Психологические рекомендации для родителей, обучающихся колледжа. В каком состоянии надо находиться на карантине? Нам помогут основные три состояния. Дисциплина ума, то есть оставаться в сознании, чувство благодарности и чувство юмора. Ваши мысли порождают вашу реальность, поэтому следите за тем, где ваш фокус внимания. Постарайтесь находиться в состоянии благодарения. Благодарение и юмор имеют противоположную частоту, которая способна опрокинуть страх. Только вам решать, в каком пространстве хотите оказаться. А смех – самое главное оружие от всех неприятностей. Некоторые моменты, которые должен учитывать родитель-подростка. Борьба подростка. Главным для подростка со стороны семьи является любовь, доверие, понимание и поддержка. Правила для родителей и подростков. Как провести карантин дружно? Как укрепить семью за это время? Соберите семейный совет, участники которого станут все члены семьи, и старшие, и младшие. Пусть каждый скажет и выскажет свои потребности и предпочтения. Начните с базовых потребностей и предпочтений. Исходя из этого, установите примерное время пользования ванной комнатой. Решите все детально. Установите график работы телевизора и просмотра телепередач. Важный момент. Личное пространство каждого члена семьи. Минимум 1 час в день, когда у каждого есть время для уединения. Идеально придумать развлечение для всей семьи одновременно. Успехов вам, уважаемые родители! Желаю всем укрепления семьи, мира и любви!